По-настоящему жаркими выдались прошедшие сутки для спасателей нашего региона. Зарегистрировано сразу три пожара. К сожалению, не обошлось без жертв. Местом трагедии стала квартира по улице Интернациональной в Светлогорске. К моменту, когда на место вызова прибыли подразделения МЧС, на третьем этаже дома открытым пламенем горел балкон. Бросившиеся в плыхающее жилище спасатели обнаружили на кровати в комнате труп мужчины. Одна из рассматриваемых версий случившегося – непогашенная сигарета. Эта же причина могла привести к роковым последствиям в Мозыре. Накануне днем в одном из домов по улице Студенческой загорелась квартира. Находящуюся дома хозяйку жилища удалось спасти. Женщина госпитализирована. Как сообщили в областном управлении МЧС, еще один человек пострадал в Рогачеве. Местный житель устроил у себя дома фаер-шоу. По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, для розжига печи использовал бензин. В результате вспышки паров бензина он получил ожоги и был госпитализирован в районную больницу медработниками. В Наровле нетрезвый бесправник сбил на тротуаре женщину и скрылся. Инцидент произошел накануне днем. Предварительно установлено, что мужчина на «Жигулях» двигался по улице Комсомольской. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После сбил 37-летнюю женщину. В результате происшествия женщина получила телесное повреждение и была госпитализирована. Мужчина с места происшествия скрылся, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГАИ он был установлен и задержан. В четвертые сутки областная госавтоинспекция работает в усиленном режиме. Цель спецмероприятия – профилактика ДТП с участием пешеходов. С начала года в регионе произошло 35 таких аварий. 6 человек погибли, более 30 получили травмы. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и проявлять дисциплинированность и взаимное уважение друг к другу. Особое внимание будет уделяться в часы пик, когда максимальная плотность потока движения как транспортных средств, так и пешеходов. Также внимание будет уделяться пешеходным переходам, которые находятся в потенциально опасных местах. История поиска увенчалась успехом. На сайте областного УВД появилась информация о том, что установлено местонахождение без вести пропавшего накануне ребенка. Максим Пархоменко вышел из поликлиники в Гомеле и пропал. Сообщается, что самочувствие ребенка нормальное, с ним общаются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok